Это парламентский дневник. Я Елена Крылова. Здравствуйте. Новый шестой созыв республиканского парламента с начала своей работы попадет под полную нагрузку. На этой неделе президиум Верховного Совета утвердил план работы на ближайшие три месяца. Вместо запланированных ранее 18 законопроектов народным избранникам до конца текущего года предстоит рассмотреть и принять 70. В принципе, безусловно, много. Хотели бы поменьше, но не получится. А с точки зрения необходимости внесения изменений, мы выполняем правила игры. Для нас их устанавливает российское законодательство. В июле и августе в России был принят ряд серьезных изменений в федеральном законодательстве. После того, как в Хакасии завершились выборы, сформированный Верховный Совет проанализировал количество тех законов, которые уже на местном уровне предстоит внести изменения. И таких набралось 52. Темы абсолютно разные. Потому что основной закон, который был принят на уровне Российской Федерации об образовании, вносил изменения в 132 закона. И таким образом большая часть касается внесения изменений в связи с принятием этого федерального закона. То есть мы изменяем понятие профессиональное образование, мы говорим об учреждениях, организациях. Второй блок вопросов традиционный. Он касается республиканского бюджета. Депутатам предстоит принять его на ближайшие три года. По-моему, интереснее, чем бюджет, ничего не может быть. Потому что, извините, принятие бюджета на текущие три года интересует всех. И по-другому уже возможности, как мы будем жить и в 2014 году, и в дальнейшем до 2016 года, по-моему, более интересного закона нет. Что касается оставшихся 18 законопроектов, судьбоносных среди них нет. Прошлый пятый созыв Верховного Совета спланировал свою работу таким образом, что все основные базовые законы, по которым сегодня живет республика, были приняты в первом полугодии. Добавим, что на ближайшей сессии, которая состоится 9 октября, на рассмотрение парламентского корпуса будут вынесены 19 законопроектов. Не исключено, что Государственная Дума России в ближайшее время пересмотрит законопроект об обеспечении льготами шахтеров. Депутаты Хакасии готовят обращение к председателю Госдумы Сергею Нарышкину. Проект закона о внесении изменений в государственное регулирование добычи, использования угля и социальной защиты работников угольной промышленности находится в Государственной Думе еще с января 2012 года. Однако документ до сих пор не принят. На этой неделе на президиуме Верховного Совета Хакасии депутаты без возражений поддержали предложение Комитета по экономической политике направить обращение в главный законотворческий орган страны с предложением ускорить процесс. Смысл великий в том, что они не то, что не возражают, они даже предлагают, чтобы мы поддержали такое обращение с той целью, чтобы помочь им провести этот закон. Напомним, в Черногорске продолжается акция протеста. Уволенные с разорившихся шахт работники требуют льгот. Причем все протестующие работали не на госпредприятиях, а на частников. В таких компаниях платили больше, но никаких социальных гарантий не давали. Когда коснулось выхода на пенсию, то эти-то люди как раз и пострадали. Вот эти, в частных предприятиях, которые работали. На них никто не перечислял пенсионный фонд денег. Зато они получали наличными, когда отработают в месяц, ну, раза в полтора-два больше, чем те, которые работали на других предприятиях. Добавим, эта проблема актуальна не только в Хакасии. С ней также столкнулись шахтеры в Иркутской, Амурской областях и ряда других регионов. Президиум Верховного Совета состоялся во вторник, а накануне республиканские парламентарии отправились в Москву. Сегодня там проходит 14-й съезд партии «Единая Россия». В составе делегации председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев, его первый заместитель Юрий Шпигальских, заместитель Сергей Комаров и руководитель регионального исполкома Хакасского отделения партии Сергей Мажаров. Парламентарии примут участие в конференции по повышению эффективности работы депутатских фракций партии и встретятся с министрами федерального правительства. Какие результаты принесла встреча, мы расскажем ровно через неделю на телеканале «Россия», а также в Твиттере. Адрес официального аккаунта Верховного Совета Хакасии сейчас на экране. Это был парламентский дневник. Всего доброго.